Всем привет! Меня зовут Сергей Карпухин и сегодня я расскажу про статус самозанятого, ну точнее про налог на профессиональный доход. Чуть ранее я уже рассказывал про открытие ИП и открытие ООО. Эти ролики висят у нас на канале, наверняка вы их найдете. Ну и традиционная просьба, дайте фидбэк, расскажите в комментариях, как вам эти ролики, чего не хватает и что еще надо сделать. Про закрытие ООО я помню, но это чуть попозже. Ну а теперь давайте вернемся к самозанятым. В 2020 году почти в любом регионе России самозанятые граждане могут применить налоговый режим, разработанный специально для них. Называется он налог на профессиональный доход. Это новый режим, самый простой и дешевый для налогоплательщика, который дает несколько возможностей. Первое и самое главное — легализация доходов. По закону все мы, граждане России, должны платить налоги с доходов. С зарплаты, с выигрыша в лотерею, с полученных дивидендов мы платим НДФЛ — налог на доходы физических лиц. Платить НДФЛ мы должны из дохода, полученного от работы по договору гражданско-правового характера. Например, от частной грузоперевозки. Перевезли вещи клиента, получили деньги и с этой суммы надо заплатить налог. До введения налога на самозанятых государство столкнулось с тем, что довольно мало граждан отчитываются о частных заработках и, соответственно, мало платят налог. А в казну нужно больше золота. И проблем тому было несколько. Для уплаты НДФЛ нужно заполнять декларацию, стоять в очередях, платить целых 13% от дохода, что довольно много, по мнению граждан. Тогда государство придумало систему, в которой частное лицо может работать на себя и платить минимальный налог. Ему не надо никуда ходить и что-то оформлять. Нужно лишь зарегистрироваться в приложении и указывать получаемый доход. Налог при этом будет исчисляться автоматически по минимальной ставке 4% за выручку, полученную от физлиц, и 6% за доход, полученный от организации или ИП. Теперь люди могут легализоваться, спокойно работать, не боясь, что налоговая все узнает и оштрафует. Вторая возможность. Работать как ИП, но без обязанностей ИП. Предприниматели должны платить за себя страховые взносы, ежегодно сдавать отчетность налоговой, пользоваться онлайн-кассой для работы с клиентами физическими лицами. И все это неудобно. Самозанятому ничего из этого делать не нужно. Более того, он может зарегистрироваться как ИП и применять режим налога на профессиональный доход. В этом случае он также будет пользоваться правами самозанятых, т.е. не платить взносы, не пользоваться онлайн-кассой. Третье. Говорить о своей работе официально. Те, кто скрывал свои доходы, были безработными, а те, кто хотел бы указать доходы, говорили, что подрабатывали шабашкой. Теперь можно смело говорить о своей самозанятости, например, в ведомствах при заполнении анкеты, в банке при подаче заявки на кредит, в объявлении при рекламе своих услуг. При необходимости из приложения можно скачать официальную бумагу с подтверждением статуса самозанятого и предъявлять ее, где нужно. Для регистрации самозанятости заполнять бумажное заявление не нужно. Это делают электронно одним из целых четырех способов. Через приложение «Мой налог», скачать его можно в App Store и Google Play, через сайт налоговый, для этого надо найти кабинет налогоплательщика налога на профессиональный доход, через госуслуги и через уполномоченные банки. При регистрации через «Мой налог» понадобится паспорт для сканирования и проверки и фотография, которую можно сделать прямо на фотокамеру смартфона. При регистрации через сайт налоговый понадобится ИННН и пароль от личного кабинета физлица на сайте налог.рук. Также можно зарегистрироваться через личный кабинет в банке, где у вас открыт счет. Все опции в «Мой налоге» интуитивно понятны. После того, как получили от клиента доход, плательщик НПД должен добавить продажу в разделе «Выручка». Откроется специальное окно, куда нужно ввести сумму, дату, ИННН клиента, если это организация или ИП, и название услуги. После нажатия кнопки «Выдать чек» программа сформирует чек, который нужно будет отправить клиенту на электронную почту. После 10-го числа месяца программа посчитает, сколько нужно заплатить налога. Самозанятому прямо в приложении нужно один раз ввести реквизиты карты и подтверждать оплату. Из особо приятных бонусов все вновь зарегистрированные плательщики НПД получают 10 000 бонуса от государства. Это не значит, что государство просто начислит вам десятку на карточку. Нет. Бонусом уменьшается налог, который нужно заплатить. Налоговая ставка, как я говорил, 6% для выручки получена от организации и 4% от физлиц. Благодаря бонусу налоговые ставки уменьшаются с 6 до 4 и с 4 до 3 процентов. Например, доход за месяц составил 10 000 рублей и весь доход самозанятый получил от организации. Налог ему начислят в размере 600 рублей, но заплатить нужно будет только 400, так как 200 автоматически спишутся из бонуса. При этом остаток бонуса уменьшится с 10 000 до 9 800. Еще до конца 2020 года новым самозанятым дают бонус 12 130 рублей. Этими деньгами уже можно будет сминусовать исчисленный налог под ноль. Если их не потратить в 2020, в 2021 они сгорят. После того, как бонус 10 000 стратится, платить налог надо будет полностью по ставкам 4 и 6%. По плюсам самозанятости я уже говорил, это возможность спокойно работать, не боясь, что налоговая узнает о деятельности и оштрафует за неуплату налогов, минимальные процентные ставки, отсутствие обязанности сдавать отчетность, покупки онлайн-кассы, уплаты страховых взносов, как это делают ИП. Из минусов же можно назвать ограничения по виду деятельности. Например, самозанятым нельзя заниматься перепродажей товаров. Можно продавать только вещи, изготовленные собственным трудом. Причем такие, которые не нужно маркировать. Есть и ограничения в доходах. Самозанятым нельзя зарабатывать больше, чем 2 400 000 в год. В среднем это получается 200 000 в месяц. Еще одним минусом можно назвать то, что уплаченный налог уходит в бюджет города и медстрахование. А вот на пенсионное страхование, если вы надеетесь дожить, ничего не попадает. То есть у самозанятых не идет страховой стаж, который нужен для пенсии. Чтобы этот стаж все же приобрести, нужно заключить договор с ПФР и заплатить взносы отдельно от налога НПД. Что ж, на мой взгляд выглядит невероятно привлекательно. Понятно, что это сделано для обеления различных частных мастеров и всего подобного. Но можно, мне кажется, и попробовать, пока не начали закручивать гайки. На этом все. Жду ваш фидбэк в комментариях. И до новых встреч!